Привет всем неравнодушным! К свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите Hi-Tech News – еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Beats by Apple – самая крупная сделка яблочной корпорации. Компания Samsung меняет главного дизайнера своих смартфонов. Социальная сеть ВКонтакте потеряет пиратский контент и многое другое. Ну а далее в программе расскажу об одном классном способе, который поможет изменить интерфейс любого яблочного гаджета в рамках рубрики «Секреты яблочных устройств», а в следом игре «Первый мститель. Другая война» и программке под названием «Save Hi». Ну а пожалуй на сладкое, на этот раз оставлю обзор смартфона Nexus 5, погнали! Ну а начнем конечно же с самого главного – с новостей. Минувшая неделя запомнилась достаточно большим количеством интересных событий, произошедших как с компанией Apple, так и в целом всем техномирам, так что поверьте, есть о чем рассказать. Пожалуй самой курьезной новостью минувшей недели стала информация о том, что компания Apple покупает Beats Electronics за 3,2 миллиарда долларов. Для тех кто в танке, поясню, это те самые ребята, которые производят небезызвестные наушники из якобы high-end сегмента с пресловутой буквой B, накрепко засевшей в умах современной молодежи, но суть даже не в этом. Для сравнения, мобильное подразделение Nokia обошлось американскому гиганту в лице компании Microsoft всего в два раза дороже – 7,2 миллиарда. И как посчитали многие наблюдатели, такая сумма за компанию, пускай и с хорошо известным раскрученным брендом, не что иное, как деньги, выброшенные на ветер. На вопрос, зачем Apple вообще покупает компанию Beats пока нет точного ответа. Очевидно, что далеко не из-за производства аудиотехники, а скорее из-за сотрудников, которые в дальнейшем будут заниматься развитием стримингового сервиса яблочной корпорации iTunes Radio. К слову, американский рэпер и продюсер Dr. Tre, будучи соучредителем Beats, уже успел отпраздновать продажу компании, между тем назвав себя первым миллиардером в хип-хопе, с чем мы его, собственно, и поздравляем. Мы не знаем, что такое дизайн, но мы будем делать это в любом случае. На минувшей неделе стало известно, что компания Samsung меняет главного дизайнера своих смартфонов. Стало известно, что на прошлой неделе подал в отставку исполнительный вице-президент и руководитель группы стратегии дизайна южнокорейской компании. И хотя в Samsung никак не прекомментировали причины перестановки, многие наблюдатели сошлись во мнении, что не последнюю роль в этом решении сыграла многочисленная критика в адрес нового флагмана Galaxy S5. Место главы подразделения, отвечающего за дизайн смартфонов компании, вскоре займет нынешний вице-президент по мобильному дизайну. Кстати, в интернете уже успели даже пошутить по этому поводу, мол, обводить теперь будет другой кореец. Ну, надеюсь, суть вы поняли. Едем дальше. Теперь без халявных фильмов. Вконтакте решила очистить социальную сеть от пиратского контента. Накануне стало известно, что администрация соцсети планирует подписать так называемый меморандум Роскомнадзору, проигнорированный ВКонтакте в конце прошлого года. К слову, это документ, основная цель которого заключается в том, чтобы уменьшить количество исков, подаваемых владельцами фильмов на нарушение авторских прав. Так, готовность вступить в меморандум и подписать документ без изъятия и ограничений до 22 мая уже подтвердила администрация ВКонтакте. Подобный шаг руководства соцсети во многом продиктован стремлением как можно быстрее покинуть так называемый список 301, в которой администрация США вносит крупнейших пособников по распространению пиратского контента со всего мира. Честно говоря, даже страшно становится подумать, а что же будет с социальной сетью, которая во многом как раз таки и привлекала пользователей своим преусловутым морем пиратских фильмов, видео и музыки. Как ни как, WhatsApp и подобные аналоги активно набирают популярность и пожалуй настало время руководству ВК задуматься над новыми фишками для своей социальной сети. Ну а о новостях на этом все, так что едем дальше. Наверняка многие из вас, будучи пользователями продукции Apple, частенько задаются вопросом, а существует ли способ как-либо изменить уже порядком поднадоевший пользовательский интерфейс iOS девайсов, ну хотя бы на манер того же Android. На самом деле, да, подобный способ действительно существует, однако говорить о каких-либо темах или лаунчерах все-таки не приходится, но тем не менее есть в App Store одна любопытная программа, которая позволит вам поменять иконки приложений в системе iOS. Как это, смотрите внимательно, расскажу прямо сейчас. Приложение называется Iconical, стоит 39 рублей в App Store, весит всего 4,5 мегабайта, а заработает на всех iOS девайсах под управлением iOS 6 и выше. Говоря о возможностях программы, во-первых, стоит сказать о том, что весь ее функционал только лишь на возможности смены иконок не заканчивается, так как плюс ко всему мы еще имеем возможность настраивать так называемые ярлыки действий для определенных двухсот приложений, поддерживаемых программой. Что это значит, я объясню чуть позже, а пока давайте обо всем по порядку. Итак, начнем конечно же с алгоритма смены иконок. Первое, что от нас потребуется, это конечно же выбрать то самое приложение, иконку которого мы и будем менять. Для этого жмем на соответствующую кнопку, после чего из появившегося списка приложений, уже рассортированных на системные, с дополнительными функциями, для которых вы можете назначать определенные ярлыки действий и все остальные. Для начала давайте выберем, скажем, инстаграм и уже непосредственно из появившегося меню настроим тот самый ярлык действия, выбрав из предложенных вариантов в списке. В данном случае это может быть активация камеры, просмотр профиля, тегов, локации и само собой просто запуск приложения. К слову, меня в данном случае будет интересовать конкретно быстрый доступ к камере инстаграм, поэтому именно его я и выбираю, после чего нажав создать по сути попадаю в самое начало. Итак, адрес приложения мы задали, так что теперь можно менять и саму иконку. Сделать это можно двумя способами, либо нарисовать самостоятельно, либо загрузить уже готовую из интернета, или выбрать из галереи. Подогнав выбранное нами изображение под шаблоны иконки, остается лишь ввести название и прийти к совершающему этапу. Для этого жмем создать значок рабочего стола и попадаем на страницу браузера с инструкцией по установке. И все, что нам остается сделать, это выбрать на экран домой. Все, теперь мы не только можем пользоваться преобразившимся инстаграмом, но и быстро получать доступ к камере приложения. Ну что ж, и теперь наконец пришло время поговорить о мобильном гейминге. Сегодня расскажу об игре Первый Мститель Другая Война. Это официальный проект от компании Геймлофт, созданный в партнерстве с крупнейшим американским издателем комиксов компанией Марвел и вышедший в свет во многом в поддержку к одноименному фильму. Несмотря на то, что по своей сути проект является лишь простой игровой адаптацией фильма, строить преждевременных выводов относительно его качества все таки не стоит. Ибо здесь есть все, начиная с красивой и оригинальной графики и заканчивая по-настоящему интересным и, что самое главное, незаурядным геймплеем, который не потребует от игрока глубокого погружения в сюжетные тяготы. В игре вам предстоит возглавить ударный отряд бойцов организации щит и, нацепив костюм Капитана Америки, дать отпор самым опасным врагам человечества. Всего в игре насчитывается около сотни уровней, на которых и развернутся основные баталии. Причем столкнуться придется и с зимним солдатом, и с королевской копрой, а также многими другими персонажами, известными по вселенной комиксов. Еще одним, безусловно, важным плюсом игры является управление. Нестандартная для большинства подобных проектов горизонтальная ориентация на практике показывает себя с наилучшей стороны, позволяя с легкостью управлять героем, держа смартфон в одной руке. Помимо участия в стычках с врагами, игроку также предстоит пополнять ряды своей изначально небольшой команды бойцов новыми солдатами – снайперами, штурмовиками, пехотенцами и многими другими. А также время от времени заниматься прокачкой уже ранее нанятых агентов, но и при желании докупать новые костюмы для собственного героя. Стоимость игры составляет 99 рублей в случае с яблочным магазином приложений App Store, а вот пользователям андроид девайсов доступно в Google Play абсолютно бесплатно. Слушайте, ведь всего каких-то жалких три недели остается до полноценного, прямо таки скажем официального вступления в силу долгожданного и любимого многими лета. И когда гормон активно начинает играть, а не за горами уже и вожделенная пара отпусков, на мой взгляд приходит самое время рассказать об одном классном приложении, которое не только станет отличным помощником для всех любителей активного отдыха и путешествий, ну и что самое главное поможет не потеряться в заграничных городах всем тем, кто совсем уж не силен в иностранном языке. Как же избежать одной из самых главных проблем большинства русских туристов — общение за границей расскажу прямо сейчас. Помочь сломать языковой барьер вам поможет приложение под названием Say Hi. По сути оно представляет из себя продвинутый голосовой переводчик с поддержкой более ста различных языков, который поможет пользователю, находящемуся за границей, общаться с людьми просто произнося фразы на родном языке. Объясню как это работает. Для начала выбираем в настройках программы основной так сказать исходный язык, на котором мы с вами собственно и разговариваем. В данном случае это будет русский, и после чего уже назначаем язык, на который программа будет переводить наши фразы. Например, английский. Принцип работы приложения просто удобен — жмем на кнопку с изображением русского языка и произносим необходимую фразу. После чего приложение не только выдает ее текстовый перевод, но и автоматически озвучивает для собеседника. Чтобы ответить иностранному собеседнику предстоит проделать ровно то же самое. В том случае, если вы находитесь в том месте, где произносить фразу было бы не очень удобно, то узнать интересующую информацию сможете просто напечатав свой вопрос по старинке с помощью привычной клавиатуры. Также стоит отметить, что синтезатор речи и технология распознавания голоса в приложении работают очень качественно, ровно так же как и система построения фраз, так что и собеседник, и вы сможете без труда понять друг друга. Несмотря на то, что стоимость приложения составляет 66 рублей, внутренние покупки все-таки присутствуют, а именно наличие так называемой премиум подписки, оформив которую вы получите доступ к дополнительным диалектам или языкам изначально заблокированным. Ее стоимость составляет 3 доллара за 3 месяца использования или 5 долларов за 6 месяцев. Тем не менее, это универсальное приложение, доступное для всех устройств Apple под управлением iOS. Сегодня поговорим о Nexus 5, самом чистокровном гуглофоне на платформе Android. Данное устройство можно назвать своего рода эталонным смартфоном, этаким айфоном в мире Android. А все потому, что производством этого девайса занимается сама Google в партнерстве с корейской компанией LG. И именно здесь установлен девственно чистый Android, не испорченный сторонними виджетами или лаунчерами, такой, каким его видит сама компания Google. Однако даже не это является главной особенностью и фишкой девайса, главным здесь безусловно является его цена. Стоимость Google Nexus 5 в Америке составляет 350 долларов за модель с 16 и 400 долларов за модель с 32 гигабайтами памяти. Только вдумайтесь, 350 долларов за 5-дюймовый Full HD дисплей с отличной картинкой, процессор Snapdragon 800 с графическим ускорителем Adreno 330, 2 гигабайта оперативной памяти и прекрасную 8-мегапиксельную камеру. Такой боекомплект позволяет не только обеспечить высокую производительность настоящего флагмана, но и оставить отличные впечатления от использования. К слову, на Nexus 5 установлена последняя доступная на данный момент версия Android 4.4.2. Однако пользователи линейки Nexus смогут одними из первых получить доступ к следующим версиям операционной системы, что, безусловно, является огромным плюсом фирменных продуктов Google. Говоря о производительности, стоит отметить, что в Antutu смартфон набирает в среднем 27 тысяч очков. Результат довольно-таки странный, учитывая, что на практике всё летает буквально на уровне ракеты. Каких-либо нареканий относительно плавности и скорости работы системы почти за два месяца использования Nexus 5 у меня не было. Но вернёмся к дизайну смартфона. На данный момент Nexus 5 продаётся в корпусах трёх цветов – чёрного, белого и ярко-красного. Мне на тест попала красная версия аппарата, и первое, о чём могу упомянуть, так это о том, что за всё время использования безумно радовал тот факт, что на корпусе смартфона практически не остаются отпечатки пальцев. Возвращаясь к лицевой панели, скажу лишь, что у Nexus 5 напрочь отсутствуют наэкранные кнопки, и на мой взгляд это даже здорово, ведь и у разработчиков получилось разместить столь огромный 5-дюймовый дисплей в относительно маленьком и компактном корпусе. Одной рукой им, конечно, не попользуешься, но в любом случае это всякое. Лучше, чем у других флагманов на Android. Ещё одним плюсом Nexus 5, безусловно, является камера. Она действительно делает отличные снимки и местами даже лучше iPhone 5s. Никаких экстраординарных фишек здесь, конечно, нет. Ну, может быть, за исключением режима HDR+, который зачастую помогает вам несколько приукрасить ваши фотографии. Несмотря на то, что смартфон действительно вышел отличным, без минусов всё-таки не обошлось. Начну с батареи. Здесь установлен аккумулятор ёмкостью 2300 мАч и на практике больше 5-6 часов в режиме активного использования. При максимальной подсветке экрана в моих руках смартфону продержаться, к сожалению, не удавалось. Ну и напоследок поругаю смартфон, пожалуй, ещё и за звук. Динамик в Nexus 5 установлен, прямо скажем, не очень качественный, в то время как в наушниках смартфон опять же звучит средненько, проигрывая, например, iPhone 5s. Ну что ж, а на этом всё, с вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News. Напомню, зовут меня Сергей и прежде чем попрощаться, скажу, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании Город. Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за данный проект. Ну а теперь уж точно, до скорого, пока!